Если вы помните, есть такой замечательный фильм по семейным обстоятельствам. И там есть классный момент, смешной, когда Папанова приглашают как няню, и ему говорят, ну как-то там разговор, в общем, суть разговора такая, что он говорит, у меня у дочки есть ребенок, но я быть с ним не могу, потому что у меня и называют какую-то болезнь. А это, я волнуюсь, а мне волноваться нельзя, у меня там такая болезнь. А это же не мой ребенок, это ваш, и вы за него волнуетесь. И оно так смешно и абсурдно казалось, ну мне тогда, когда я давно смотрел, потому что вообще эти все фильмы люблю очень, и потом я понял, а смешного ничего нет. Потому что ситуация такая, вот этот вот Папанов, он просто, ну герой его по фильму, он просто с тем самым своим внуком родным, он просто попадает в слияние. Это очень такой хитрый капкан, это когда мы сильно переживаем все, что происходит с ребенком, и переживаем это больше, чем надо. И переживаем это так, что мы немножечко парализованы становимся, мы не можем действовать. Нас вот эта волна накрывает, как же так, что ж такое, ой-ой-ой. И мы просто можем действительно свое количество, свой пульс свой поднять до такого уровня, что это уже будет нам наносить вред. Хотя мы должны по идее, как взрослый, находящийся рядом, с холодной головой взять, увидеть проблему, ну и начать решать, начать помогать как-то. А вместо этого, ой-ой-ой, кошмар, хватаемся за голову и все. И вот этот вот герой Папанова, он отследил себе этот механизм. Он понял, что ну так нельзя, у меня там болезнь, мне нельзя волноваться. Но мне в принципе нравятся дети. Я могу быть полезен, как опытный взрослый. И поэтому я буду это делать, вот эту полезность свою отдавать, чужому ребенку. Но я это могу. У меня там слияния нет, родственных отношений нет. И правда это так можно. Поэтому это с одной стороны момент смешной, а с другой стороны вот эта вот доля истины, она там есть.